Изучение Библии включает в себя не только поиск тех стихов, которые нам нетрудно понять и, глядя на которые, мы можем сказать, «О, я хорошо знаю, что означает этот текст». Мы должны рассматривать все тексты и стихи, независимо от степени их сложности, чтобы увидеть, какая новая информация согласовывается с уже известными нам истинами. А теперь давайте еще раз взглянем на стих в книге пророка Исаии, в 34 главе. В первом стихе, который мы прочтем, Бог высказывает удивительное и чрезвычайно важное утверждение. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышат земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». Бог обращается ко всем народам земли. Обратите внимание на это очень важное слово – «внимайте», потому что мы можем слышать свесть своими ушами, но не воспринимать ее сердцем. Слово «внимать» надо понимать, как будьте послушны тому, о чем вы слышите. Именно в этом заключается Божий план на сегодняшний день, когда мы с вами занимаемся попытками отыскать особо важную информацию относительно конца мира. Каждый раз, когда я читаю газеты и узнаю о том, что сегодня творится в мире и о чем говорят люди, я думаю, все это ровным счетом ничего не значит. Самая большая весть на сегодняшний день заключается в том, что уже через считанные месяцы мир подойдет к своему концу. Наша земля полностью прекратит свое существование. Однако средства массовой информации молчат об этой важнейшей вести. Они ведут себя так, будто ничего такого не происходит, и жизнь на земле будет продолжаться еще тысячи лет. Они говорят, мы решим проблему использования мировых ресурсов. Мы разрешим вопрос голода на земле. Мы найдем пути правильного использования окружающей среды. Мы изобретем лекарства для лечения самых страшных болезней. Дайте нам время, и мы решим все эти проблемы. Что ни говори, а человечество обладает неограниченными способностями. Мы наделены возможностью прекрасно мыслить, поэтому при наличии достаточного времени и ресурсов нам под силу достичь великие открытия. Человечество просто не осознает, что на фоне грядущего конца мира все их дела выглядят как бесполезная работа. Да, они достигают прогресса в той или иной области, но в тот момент, когда они будут радоваться новому открытию в технологии или в получении дешевой энергии, или еще какому-то достижению, миру придет конец. Разумеется, людям отвратительна сама идея скорого конца мира. Они совершенно не желают об этом думать, потому что конец мира означает для них потерю всего, о чем они мечтали и к чему так стремились. Получается, что все их планы и радости жизни абсолютно ничего не стоят. Такие люди думают, я просто не могу допустить таких мыслей, я живу в этом мире и поэтому обязан найти в нем свою дорогу. Вот почему в Евангелии от Матфея, в 24 главе, с 37 по 39 стихи, Бог говорит. Исключение составляют те 200 миллионов человек, которых этот вопрос волнует, но по сравнению с населением всего мира это всего лишь незначительное. Остальная часть человечества совершенно не переживает и не желает думать о скором конце мира. Для многих людей отвратительно даже одно только упоминание этой темы. Однако скоро, очень скоро наступит момент, когда в казалось бы обычный, ничем не отличающийся от других день, Христос придет за своим народом. Так наступит день суда. После этого мир превратится в одно сплошное жилище смерти. Все это действительно произойдет. Давайте еще раз прочтем стих в книге пророка Исаии, 34 главы. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышат земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». Бог завершает свою мысль словами «все племена и земля и все, что наполняет ее». Другими словами, Бог настаивает на том, что эту весть должен услышать весь мир. Господь открыл нам информацию относительно летописи истории, чтобы мы со всей убежденностью точно и искренно возвестили миру о пришествии Христа 21 мая 2011 года. Для всех истинно верующих этот день станет днем их вознесения, а для неспасенных днем суда. Если вы являетесь истинно верующим, то вознесетесь в небеса вместе с Господом Иисусом. Мы можем сказать это со всей уверенностью, искренностью и точностью, потому что наши знания основаны на Слове Божьем.